20 ноября во многих странах отмечают Всемирный день ребенка. В его рамках проводится много различных мероприятий по защите прав и интересов детей. В Чебоксарах, в многофункциональном центре, судебные приставы провели общественный прием граждан по правовой помощи несовершеннолетним. Валентина Васильевна представляет интересы своей внучки. Ее давно уже бывший зять задолжал ребенку некоторую сумму денег. С каждым годом долг только увеличивался. Алименты мужчина не платил и на связь не выходил. Валентина Васильевна обратилась к судебным приставам и дело сдвинулось с мертвой точки. Им удалось установить новое место жительства должника и уведомить его работодателя. Те меры, которые мы могли реализовать в рамках действующего закона об исполнительном производстве с учетом ограничительных мер, мы все это сделали. Сейчас, где он в Москве, мы будем дальше выяснять. По месту работы направили, получим информацию, кто он живет в Москве. Нужно будет направить поручение туда, для того, чтобы проверили, с кем он там живет, какое имущество у него там есть, потому что здесь ничего нет. На территории Чувашии ничего нет. Что предпринять, если муж не платит алименты? Как сделать перерасчет должнику и посчитать неустойку? Такие вопросы у граждан не заканчиваются. Но положительная динамика все же есть, говорят специалисты. Количество детей, которые должны получать алименты, в республике снижается. С учетом тех, будем так говорить, мер принудительного исполнения, которые дополнились к полномочиям пристава, это в первую очередь ограничение специального права, это реализация мер административного воздействия в части привлечения к административной ответственности по 5.35 за уклонение свыше двух месяцев от исполнения своих обязанностей по решению суда, ограничение права на выезд за пределы Российской Федерации, обеспечительные меры в виде наложения запрета на транспорт, на недвижимость. То есть все это в совокупности дало некий такой толчок к тому, что в сознании должников-алименщиков все-таки пришло понимание того, что лучше платить. Так, пять лет назад количество исполнительных производств по алименщикам было около 10 тысяч, а сегодня 7,5 тысяч. Причем в 50% из них должники приняли меры по выплате алиментов. Татьяна Трофимова, Арана Гавилян, Республика.